В Пинском районе состоялся традиционный субботник по наведению порядка на земле. Во главе с председателем райисполкома Игорем Брилевичем в генеральной уборке и благоустройстве приняли участие трудовые коллективы организаций, мехдворов, производственных баз, молочно-товарных ферм. На собственных территориях трудились жители деревень и агрогородков. Наши корреспонденты увидели, как готовились к теплому сезону люди села. Погода в этот день была не самая приветливая. Однако дождь не стал помехой запланированному районному субботнику. Скорее наоборот, капризы небесной канцелярии намеченным планом были на руку. Это весна, слава богу, что идет дождь, что в этом году есть влага, которой так нам не хватало в предыдущие годы. Поэтому это вселяет хороший такой здоровый оптимизм в сельском хозяйстве. И именно сегодня мы решили провести районный субботник в преддверии субботника республиканского, для того, чтобы сделать наш район любимый еще чище и краше. Вместе с главой района в этот день в комплексе «Весенний» в деревне Галева собрались практически все сотрудники аппарата исполкома и других районных служб. Всего порядка 80 человек работали на благоустройстве комплекса для того, чтобы высадить здесь деревья и цветы. Уже подрощенные саженцы были подобраны специально под ландшафт. Все то, над чем работали в этот день участники субботника, в будущем украсит улицы на въезде в Пинск. Настроение прекрасное. Дождик – это только в помощь. Деревца хорошо примутся. Как раз символично. Дом за мир, за дружбу, за справедливость и за хорошее настроение. Территория Снежского сельского совета. Наводим порядок, благоустраиваем въездные врата в город. Наводим красоту, чтобы жителям и въезжающим в наш город было приятно, уютно, чтобы радовало глаз. Субботник – отличный повод показать молодому подрастающему поколению, как нужно относиться к своему дому, своему населенному пункту. Плечом к плечу здесь трудились представители местной власти, работники и специалисты райисполкома, других организаций. Вместе с ними – молодежь, представители районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи. Здесь, почти в своем районе, так как живу совсем недалеко, очень захотелось поучаствовать, так как, по сути, каждый день прохожу здесь, гуляю с семьей. И вид внешний, конечно, еще недостаточно прекрасный, так как ведется стройка здесь новых домов. Но планируется благоустройство, и это очень хорошо, и хочется, конечно, в этом поучаствовать – внести свою лепту в развитие района. Через несколько лет эти молодые деревья будут дарить прохладу и чистый воздух жителям этого современного жилого комплекса, на благоустройстве которого сегодня трудится столько людей. В целом, по району подобной работой были заняты тысячи. Кто-то наводил порядок возле дорог, кто-то убирал стихийные свалки. В деревне Заполье работники райисполкома наводили порядок на территории усадебно-паркового комплекса у старинного имения. В деревне Городище занимались уборкой прибрежной полосы озера Городищенское. К сожалению, почему вот такой неприглядный вид в прибрежной полосе? Ну, культура наших отдыхающих оставляет желать лучшего. Почему такое происходит каждую весну? Ну, есть любители подводного лова, которые выходят зимой на рыбалку, распивают спиртные пластмассовые бутылки, потом лед растает и это все остается. Затем ветром, волнами прибивает все к берегу. И вот нам приходится, значит, работникам сервисполкома, значит, организациям, которые находятся на территории сельского совета, нашим школам, вот Городищенская школа, сегодня то же самое, значит, наводит порядок на прибрежной полосе озера Святое. В этот раз уборку прибрежной полосы работники селисполкома проводят собственными силами. Но случается, привлекают и местное население. Усилиями всех неравнодушных людей к теплому сезону, к тому времени, когда сюда начнут подтягиваться первые отдыхающие, жемчужина района, прилегающие к ней площади, будут в чистоте и порядке.